Приветствую вас на канале Blondichain. Давненько у нас не было обзоров, но как видите исправляюсь. Сегодня сделаем обзор проекта Stader. Кстати, если вы помните, то я записывала мини-обзор этого проекта, когда он выходил на CoinList в начале 2022 года. Тогда на данный сейл зарегистрировалось более 1.2 миллионов пользователей. Это был новый рекорд для платформы. Некоторые вещи по типу токономики не буду повторять, но обязательно оставлю ссылку, чтобы вы могли посмотреть это видео. Обязательно лайк мне за обзор, проверяйте подписку, колокольчик и погнали! Миссия данного проекта упростить все процессы, которые связаны со стейкингом. Как заявляет команда, их цель снять груз с ваших плеч и нести его за вас. Вам больше не придется иметь дело с комиссиями, сложным выбором, мониторингом валидаторов, автоматизацией стратегий доходности и другими вещами, которые отталкивают, особенно новичков. Глобальное видение проекта Stader состоит в том, чтобы помочь пользователям удобно и безопасно размещать свои активы через их платформу. Это достигается за счет создания ключевой инфраструктуры промежуточного программного обеспечения для стейкинга сетей Proof of Stake. Как мы можем еще увидеть, часто аббревиатуру POS, которую можно использовать для нескольких сегментов клиентов, включая розничных пользователей криптовалюты, биржи, хранителей и основных игроков финтех. Модульные смарт-контракты Stader построены таким образом, что третьи стороны могут использовать свои компоненты и внедрять собственные решения. Stader стремится разработать критически важную инфраструктуру промежуточного программного обеспечения, позволяющую держателям токенов размещать свои активы среди валидаторов в различных сетях Proof of Stake удобным и безопасным способом. Он основан на смарт-контрактах и помогает получать доступ к решениям для стейкинга, сохраняя при этом полный контроль над своими закрытыми ключами. Как же это работает? Проект распределяет вашу долю среди множества лучших в своем классе валидаторов и обеспечивает повышенную безопасность и децентрализацию цепочки. Stader зарекомендовала себя как надежный игрок в нескольких блокчейнов. Это Hedera, Polygon, Phantom, Terra 2.0 и других, которые анонсированы, но пока еще не работают. Эти блокчейны представлены на сайте проекта. Это те, которые я уже назвала Hedera, Terra 2.0, Polygon и Phantom. А также дополнительно есть Terra Classic, Solana Coming Soon, то есть скоро будет, ETH 2.0 также скоро будет осуществлен, Cosmos и NIR. Это то, что планируют добавить в дальнейшем проект Stader. Давайте сразу посмотрим партнеров проекта на сайте. Для этого нам нужно пролистать немного вниз, и мы можем увидеть, при поддержке кого вышел данный проект. Здесь есть достаточно громкие имена, которые уже давно себя зарекомендовали. Это Pantera, Coinbase Ventures, Tree Arrows Capital, Blockchain.com, Solidity, HyperStare, Hobby Ventures, Ledger Prime и так далее. Партнерство данного проекта, как мы могли увидеть, достаточно сильное. Давайте ниже разберем, как работает стейкинг. Stader был запущен в ноябре 2021 года. С того времени было создано Stake Pools, Liquid Staking и Stake Plus. Что же обещает команда реализовать еще в 2022 году? Это запуск SD токена. Второе – расширение Теры. Третье – расширение на другие блокчейны. И четвертое – выйти за пределы розничного сегмента. Давайте коротко пройдемся по этих пунктах. Токен SD и его распределение. Тут стоит ремарка, что были внесены правки 13 января 2022 года. Но если сравнить с той токеномикой на CoinList с моего предыдущего видео, то здесь ничего не изменилось. Кстати, да, это нередкое явление, что проект может менять токеномику в любое время, когда захочет. К сожалению, влиять на это мы с вами никак не можем. Токены SD имеют 4 основных утилиты. Это управление. Второе – преференциальное делегирование и страхование от сокращения. Третье – пулы ликвидности. И четвертая – инфраструктура Stader. В расширение Теры войдут пулы стейкинга, ликвидный стейкинг, новый продукт Stake Plus и пока только анонсированный Degging Walls – продукт, который позволит каждому создавать собственные хранилища. Вы, наверное, спросите, как проект пережил падение в экосистеме Тера. Stader повезло, потому что за ним стоят фонды, которые поддержали проект на стадии финансирования. И за эти деньги и время они успели создать и выпустить решения для стейкинга на трех дополнительных блокчейнах – это Hedera, Phantom и Polygon. Эти три блокчейна значительно диверсифицировали и защитили базу доходов. К концу 2022 года проект планирует запустить стейкинг-контракты и инфраструктуру Stader как минимум в 10 и более сетях Proof of Stake. Ранее я уже называла эти блокчейны. Если упомянуть выход за пределы розничного сегмента, то проект планирует интегрировать свои продукты с хранителями и биржами. Недавно Stader анонсировали, что запустили тестовую сеть BNB и NIR. Анонсы можно увидеть в их медиуме. Здесь достаточно много статей о том, как работает данный проект. Есть гайды, пошаговые инструкции и описание блокчейнов, которые интегрируют в себя проект Stader. Давайте еще обратимся к твиттеру данного проекта. Здесь у нас 76 500 подписчиков в твиттере. И за ним смотрят достаточно много проектов, фондов и влиятельных лиц. Подписывайтесь на твиттер, чтобы не пропустить новости о данном проекте. Также ребята создали второй твиттер, который называется Stader NIR, где публикуются самые важные новости о экосистеме NIR и интеграцию в данный проект. Платформа Stader была создана для ликвидного стейкинга на NIR протоколе. Здесь также есть разные розыгрыши. К примеру, вы могли поучаствовать в первой AMA сессии и получить денежное вознаграждение, если вас выберут победителем. Если вы хотите прочекать и подписаться на все соцсети проекта, то опускаемся на сайте вниз и можем увидеть твиттер, дискорд, телеграм и медиум. Помимо этого мы можем найти вкладку аудит репорт, на которую мы сейчас с вами перейдем. Здесь у нас отображается аудит по всем блокчейнам, с которым интегрировался Stader. Это Hedera, Terra 2.0, Polygon, Phantom и Terra Classic. Для того, чтобы просмотреть сам аудит, мы нажимаем на файл, где мы можем просмотреть security аудит смарт-контракта и когда данный отчет был подготовлен. Для того, чтобы просмотреть результаты аудита, мы спускаемся вниз, где находим ошибки, которые выявил аудит, а также рекомендации к их устранению. Когда просматриваете аудиты смарт-контрактов, обязательно обращайте внимание, что же аудитор как заключение подготовил для проекта и как на это заключение отреагировал сам проект. Вот здесь всегда пишется решение и ответ самого проекта на данную ошибку. В данном случае написано, что проблема решена и команда Stader Labs теперь проверяет правильность ввода каждого адреса. Здесь также можете порыться во всех других аудитах, для того, чтобы посмотреть для себя, какие ошибки были выявлены и как они решались. С технической документацией на сайте у нас предъявлен light paper, к которому мы также можем перейти и ознакомиться с техническими данными, как работает все внутри, просмотреть какую-то аналитику, для чего вообще был создан проект, почему пришла идея создания проекта. К примеру, вот здесь мы можем увидеть таблицу стейкинга. В 2019 году 5%, в октябре 2021 года 15% и дальше популярность стейкинга достигла более 50%. Это что касается рыночной капитализации Proof of Stake в процентах от общей рыночной капитализации криптовалюты. Также здесь мы можем найти токономику, описание вестинга, каким образом и с чего данная платформа получает прибыль, а также утилиту токена Stader. Помимо этого дублируются фонды, которые размещены на сайте, блокчейны, на которых работает данная платформа, а также инвесторы Angel. Здесь у нас есть CEO и COO блокчейна Polygon, co-founder Beconomy, head of crypto Coinbase, CEO EPNS и так далее. И ниже, что немаловажно, описание команды. Здесь имена пяти человек, которые участвовали в создании данной платформы, а также описан их опыт работы в блокчейне. Для того, чтобы начать стейкинг, нужно нажать на кнопку на главной странице сайта, которая называется StakeNow, после чего вас переместит на страницу пулов. К примеру, на данной платформе можно застейкать токены MATIC, используя ликвидный стейкинг. На верхней панели сразу отображается количество MATIC, которые уже застейканы с помощью данной платформы. Второй показатель – это расчетная годовая доходность. И последнее – это обменный курс MATIC и MATICX. Во вкладке DeFi вы можете использовать, к примеру, MATICX и изучать дополнительную доходность. Давайте разберемся, что такое MATICX. MATICX – это токен, предоставляющий вашу долю в общем пуле MATIC, депонированном в стейдер. Как только вы вносите MATIC на смарт-контракт стейдер, вы получаете только что отчекальный MATICX по обменному курсу на момент размещения. Расчетный курс мы как раз и видели в вкладке ликвидного стейкинга. Но для того, чтобы разобраться более подробно в стейкинге на данной платформе, обязательно обратитесь к медиуму и прочтите все инструкции пошаговые, как это делается. И также не забывайте, что любая инвестиция несет за собой риски. Помимо этого, дополнительную информацию вы можете прочесть в часто задаваемых вопросах, где более детально расписан стейкинг на каждом из блокчейнов. На этом буду заканчивать обзор. Обязательно пишите ваши комментарии по поводу этого проекта, а также участвовали ли вы в распродаже данных токенов на CoinList. И до встречи в новых видео, ваши блонди.